Добрый вечер! Это наследственно, мне кажется. Я просто ленивый, на самом деле. Я мог бы быть, наверное, значительно более популярным персонажем, если бы ходил во все ток-шоу, которые мне предлагают, во всех экстрасенсов и прочую, во всю историю. Ты ленивый или закрытый? Это на самом деле и то, и другое. Но это же работа большая, да? Для шоу-бизнеса это не очень хорошо. В общем, человек, который так венча выходит на подмостке, он же должен быть готов к тому, что его будут разглядывать, будут задавать вопросы. Мне нравится тактика больше редко, но метко такая. То есть программные классные интервью и появление в местах, которые мне нравятся, а не размениваться на всякие, те, которые мне не нравятся. Не будем никого убирать, скажем так. Я так понимаю, что вся эта история с пандемией внесла коррективы в график гастрольный? Ну, вот группа кино пока стоически как бы держится за своей датой. Мы надеемся, что все произойдет. По крайней мере, мы решили, что, ну, группа решила, что мы ничего не будем переносить, пока мы точно не будем уверены, что нам не разрешат, скажем так. У нас такая позиция. То есть, если можно будет, концерты состоятся. Если нет, тогда уже будем смотреть. Пока состоится, когда, если состоится, ближайшие, то когда? Ближайшие, 31 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. И потом сразу 1 ноября тот же самый Ледовый дворец. У нас два уже дня. Мы по одному дню в Москве и Петербурге уже проданы. А как в группе кино вообще принимаются решения? Потому что мелкий, ну, мелкий двухметрового роста, понятно. Но по возрасту имеет там слово? А как вы вообще, в принципе, принимаете решения? Ну, у нас как бы демократия. В принципе, каждый из, как сказать, основных участников имеет свой голос. Но при этом есть зона ответственности, за которую отвечают более разбирающиеся в них люди. То есть, скажем, все-таки там, наверное, в производстве видео для концертов, например, мое слово может быть, по крайней мере, решающим, если до этого дойдет. Вот там до этого, в принципе, и до того, чтобы кто-то стучал по столу и говорил, будет так или не иначе, как бы до этого не доходит никогда почти. Все довольно-таки, как бы, готовы договариваться. Ну, а в музыкальных аспектах Цой принимает участие? Ну, там, на самом деле, не то, чтобы это требуется. Там такие... Нет, ну, я же так понимаю, что аранжировки ведь какие-то делаются новые на сети. Да, на самом деле, нет. Практически все играется очень близко к оригиналу. Где-то что-то там требует какой-то коррекции небольшой. Ну, не говоря о том, что часть программы играется в два баса. Но это, на самом деле, очень органично получилось. И исторический факт в том, что группа кино так уже делала. Уже была история в два басиста. Люди, которые не разбираются, не понимают. На самом деле, это, ну, как бы, эксклюзив такой. Обычно никто не делает, скажем так. Это не характерный способ исполнения материала. А вот проект Ронин и симфоническое кино, они друг другу мешают? Или это какие-то истории параллельные? Ну, Ронин пока как бы толком не функционирует, как кастролирующий проект. Вот вышла песня, называется «Ртуть» в мае. Новая. И альбом в работе сейчас. Ну, в очень ленивой моей работе такой. Мне не хватает все время времени. Когда он загастролирует, ну, мы найдем способ, я думаю, как-то совместить графики. Это пока что ни у кого нет такого вала, чтобы мы не договорились, скажем так. Пока что проект Ронин мешает тот факт, что, например, барабанщица живет в Таллине. И собраться у нас нет просто физически никакой возможности сейчас вместе. А симфоническое кино, в принципе, играет пару-тройку раз в месяц, иногда больше. Но тоже это как бы не плотный кастрольный график. Не такой плотный, который мог бы сильно помешать другим делам. А, кстати, интернет-пространство освоили? Реально делать какие-то концерты через интернет? Ну, да, но походу нам как бы никто не предложил, видимо, ничего подходящего. Мне кажется, что симфонический оркестр в особенности важно слушать вживую, наверное. Да, то есть там очень много кайфа именно в воздухе, да, как через который звучат инструменты. И онлайн, мне кажется, этого не передаст просто. А чья идея была вообще изначально? Симфоническое кино? Игорь Вдовину, нашему композитору, который делает оркестровки, заказали для какого-то фестиваля памяти очередному такие интерлюдии между, пока меняются на сцене группы... В памяти отца, да? Да, да. Заказали такие короткие как бы овертюры. Я, может быть, сейчас неправильные терминологии употребляю. И любители классической музыки сейчас у экранов надо мной смеются, показывают пальцем. Ну, в общем, он написал симфонические такие отрывочки, оркестровал из группы кино. Ну, и они так всем понравились, что как-то постепенно они пришли к мысли с кем-то там, я не очень уверен, кто был организатором, тогда делать полную программу такую. И Игорь, будучи другом Юрия Кспаряна, позвал его солировать на гитаре в неповторимой своей манере. Ну, а там потихонечку подключились еще всякие другие ребята. Басист, барабанщик Витя Савич, Олег Шунцов. Потом в какой-то момент позвали меня заниматься видео этого проекта. Я там просто видеохудожник и немножечко помогаю поблизить его, поддерживать. Я не могу сказать, что я устоял у истоков. Это как бы... Я там просто участник. Фанатская среда, насколько я знаю, там же много разных течений и разных лагерей. Для вас вообще существенно в команде, как фанаты это комментируют, как они реагируют? Или вы идете своим курсом и не обращаете внимания на реакцию? Конечно, обращаем. Полностью абстрагироваться от этого невозможно. Но она в целом, на самом деле, в массе довольно позитивная эта реакция. Есть, конечно, какие-то правоверные люди, которые не принимают ничего, кроме, наверное, оригинального исполнения. И, в принципе, их тоже, наверное, можно понять по-своему. Я могу себя представить на их месте в отношении каких-то там... Не знаю. Только... Мустанг должен быть только 67-го года, да? Ну что такое? Ну, как бы, окей. Я понимаю, пуризм, это так бывает. Ну, почему нет? Но в массе... Ну, просто это правда крутой очень проект. Он очень круто. Стабильно, качественно очень играет. Это объективно можно об этом судить. Как бы очень хорошие все участники, все классно делают. И соответствующая реакция людям нравится. Ну, просто это круто. Ну, а если есть критика вообще? На критику как реагируешь? Мотивирует тебя? Да я на самом деле почти на самом деле... Ну, то есть, я не углубляюсь, скажем так. Ну, то есть, я могу немножко иногда помотать какие-то комментарии, пару экранов телефона или на компьютере. И быстро мне на это наскучивает достаточно. Вот Марьяна, насколько я помню, мама твоя, она была соратником Виктора. То есть, вот, в известной степени продюсером. У тебя с женой как отношение? Она имеет какое-то слово? Ты прислушиваешься к ее мнению? Или она к шоу-бизнесу отношения не имеет? Нет, она, безусловно, какое-то отношение к шоу-бизнесу имеет, как, может быть, энтузиаст. Но при этом... Ее главная роль, на самом деле, это просто такая безусловная поддержка, на самом деле, благодаря которой, наверное, я и смог начать выступать в качестве какого-то артиста, поющего, играющего что-то сольное. Это, наверное, благодаря ней. Но насколько там, как бы, какие-то технические решения она принимает, я не уверен. Наверное, какие-то тоже были. Ну или, типа, эту курточку сегодня надеть или эту, вот эту, эту убери. А она слушает Бронина и... А кино? Она главный фанат. Но кино у нас в доме, как бы, это... Скажем, ну просто его и так очень много в моей жизни. И мне редко хочется послушать. Да ладно. Да, довольно редко, потому что я очень много слушаю кино, сейчас очень много по делу. Кино много звучит в моей жизни, и поэтому еще и в свободное время послушать кино, это как бы... Ну, то есть я и так постоянно что-то смотрю, что-то слушаю, свежие миксы с репетицией, свежие видео, в которых тоже есть музыка. Оно не стихает, поэтому как бы сейчас нет просто квоты, мне кажется, свободной для кино, для удовольствия. А музыканты кино обсуждают ремейки, которые периодически делаются? Ну, конечно, мы же там, тем более, участвуем как бы на этапах утверждения их. Ну, наверное, не всегда, потому что иногда в сети всплывают. То корейцы что-нибудь сделают, то испанцы. Испанцы, корейцы, это почти всегда очень позитивно. Испанцы просто сделали здесь, я вот, ну, был просто целый такой флешмоб в Испании. Да-да, это все классно, ну, там и порядно, что и металлика как бы не прошла. Да, вот как на металлику реакция была. Ну, там что-то минор вместо мажор или мажор вместо минор. Они облажались. Они облажались, да. И из-за этого были, естественно, заклеимлены как бы нашим струно-щипховым нашим как бы цехом. Нет, мы же даже как бы сделали им, ответили им, и на концерте симфонического кино сыграли кусочек металлики. Как бы ответный привет передали, так сказать. Я думаю, что они об этом ничего не узнали, конечно. Но, тем не менее, мы приложили Василий, между прочим, с симфоническим оркестром сыграли кусочек песни. Да, да, до этого они вообще с симфоническим оркестром, ведь металлика одни из первых использовали симфонический оркестр. Ну, одни из первых, может быть, из более таких современных тяжелых групп. Так-то, на самом деле, там ноги растут из 70-х. Ну, да. Типпел, по-моему, первые были. А что ты вообще слушаешь для себя, помимо, вот, для работы ты, понятно, что слушаешь. А вот, так, для души сейчас. Ой, я что только не слушаю, естественно. У меня большой очень диапазон от легкой песенной поп-музыки. Какого-нибудь такой исполнитель, который мне очень нравится, Арен Лави его зовут. Он какой-то хореограф или что-то такое, на самом деле. Он такие нежные поет песни под пианино, и под них классно ехать по трассе, например. Либо я слушаю, там, вплоть до довольно тяжелого металла. Не всем, наверное, какого-нибудь группы Lamb of God. Какого-нибудь или что-нибудь такое. Ну, и все между. Люблю плася его какое-нибудь, например. Ну, то есть, в том числе и популярные, и супер какие-то странные редкие исполнители. Вот. Или что-нибудь вспомнить, какой-нибудь авангардный джаз бывает иногда захочется. Ну, то есть, супер разнообразный музыкальный вкус. А за теми музыкантами, которых ставят в один ряд с Виктором Цоем, обычно, когда перечисляют, то это вот упоминают и питерские команды, и уральские. Это вообще мимо в плане музыкального материала? То есть, там, не знаю, Алиса, ДДТ. Ну, мы как бы невольно с этими командами, со всеми получили себя связанные. Потому что Игорь Тихомиров, играющий сейчас в группе кино снова, он уже был долго звукорежиссером группы ДДТ. Наш звукорежиссер также работает в группе Алиса. Так что у нас есть там, как бы такая, так сказать, цеховая солидарность некоторая. Я лично не очень много слушаю отечественную рок-музыку, вообще мало слушаю отечественную музыку. Не потому что это не принципиальная позиция, просто мне, как бы, видимо, не очень много чего нравится. В августе 30 лет гибели Виктора Цоя. Естественно, что будет масса всяких обложек, выступлений, передач, фильмов. Это как-то для тебя какой-то груз, вот, все это принимать, переживать? Или это рабочие моменты, ты понимаешь, что это шоу-бизнес? И то, и другое. Но на самом деле, с одной стороны, конечно, это очень утомляет, потому что хочется иногда просто абстрагироваться немножечко, может быть, от этих дат, от этих новостей, от этих инфоповодов. Это невозможно, к сожалению, в моем случае, сделать. Меня бомбардируют, как бы, там, вплоть до портретов отца ежедневно, постоянно во всех соцсетях. Я вижу бесконечное количество людей, которые мне в друзья просятся с отцом на аватарке. На аватарке, да, да. Что немножко странно, честно говоря. Ну, окей, ладно, предположим. Да, как бы, я вообще стараюсь себе вот на 21 июня, на день рождения, на 15 августа устраивать, если это возможно, в принципе, дни тишины. И выключаю телефон и вот куда-то откладываю, если только у меня нет никаких-то заранее оговоренных, как бы, мне как-то понятных, зачем они нужны, мероприятий, да, скажем так. Ну, потому что, на самом деле, там и без меня все справляются с этим, инфопоток и так бешеный, да, как бы, нет особого смысла в нем. Как правило, я не вижу особого смысла в нем принимать участие. Вот в этом году, походу, придется. Я, кстати, хочу задать вопрос, ответ на который я знаю, но я хочу, чтобы это было вот из первых уст. Ты разъяснил, вот в Википедии две даты указаны рождения Александра Викторовича Цоя. 26 июля и 5 августа. Значит, давай ты сам просто скажешь. Я родился 26 июля, да. Почему? Я смутно себе представляю, откуда появился 5 августа. Кто-то когда-то так зачем-то обозначил день рождения в каком-то издании, какой-то публикации. И с тех пор почему-то эта дата так как бы вошла в историю, скажем так. Нет, это мистификация 26 июля. Там же в Википедии написано, что проблемные отношения с дедушкой. Уже нет. Уже нет, да? То есть в Википедии вообще просто полностью не было. Там написано, что я дизайнер-оформитель и программист. Да-да-да. Ну, дизайнер еще ладно, оформитель. Странное, в принципе, слово программист. Я его, в принципе, немножко умею, но я никогда не был программистом. Да, с дедушкой, нет, мы наводили отношения, мы не очень часто общаемся. У нас как-то не очень много общего. Но при этом мы в порядке, у нас все окей. А то, что вы рисуете, это правда, нет? Я сейчас, к сожалению, этого меньше делаю, может быть, даже, чем хотел бы. Просто очень много всяких дел. Но по-прежнему для всяких своих обложек. Вот там, если посмотреть обложку как раз «Песни Ртуть» группы Ронин, там я нарисовал красивые буквы очень, мне они очень нравятся. Ну и к вопросу о программировании. Я помню, что на пресс-конференции группы Кино, когда мы объявляли даты концертов в Тассе, мы сидели на Никитских воротах, и я на айпаде быстренько верстал сайт группы Кино, потому что пригодилось в таком виде мне знание веб-дизайна. Он до сих пор работает, это мной сверстанная страничка. А если говорить все-таки об обложках. Вот сейчас вышла обложка. Да, от одного из популярных журналов. Где обнаженный, да, обнаженный Цойб. Мы не будем его называть. Но там изображен Виктор Цойб, абсолютно обнаженный. Стоящий спиной к камере, да? Да, и питерский художник и живописец, который прекрасно знаешь, Дима Мишеник, создатель до пинг-понга. Я из Фейсбука просто из его узнал. Он обратил внимание, что такая обложка была много лет назад в другом журнале. Да, такая коллизия. Просто, да. Ну как реакция, допустим, музыканта в кино, то, что в номере, посвященном 30-летию гибели, музыкант и музыкант изображен вот абсолютно нюм. Мне пришло только Юрка Спарян ее. Написал слово, я не уверен, что я могу говорить его на телевидении. Оно нет. Одно из моих любимых. Оно такое на грани. Не самое чудовищное слово, которое он мог бы сказать на самом деле. Ну и все на самом деле. Потом мы созванивались и говорили уже о чем-то другом. Мне кажется, это быстро был пройденный этап. Понятно. Кстати, кто эту фотографию делал? Я не знаю. А, кстати, происхождение фотографии неизвестное. Мне эта мысль в полу не пришла. Это, видимо, Прибалтика все-таки? Я, честно говоря, не подозреваю даже. Может быть, нет. Может быть, это какая-нибудь Соколиная гора, Саша Лепницкий или еще где-нибудь. Черт знает. А вообще много артефактов осталось у мамы, у Марьяны? Каких-то фотографий, которых еще никто не видел? Или все уже выложено? Я думаю, что там, может быть, что-то еще завалялось, какая-нибудь вещица другая. Но это точно не какая-то масса вещей. И если оно и завалялось, то вряд ли оно, в принципе, очень интересное. Ну, то есть, это может быть какие-то фотографии неопубликованные еще есть, но их просто уже столько опубликованных, что среди них, чтобы найти такое уникальное и интересное, я не уверен, насколько это как бы возможно. Поэтому, да, там какое-то количество вещей. Я собираюсь как бы заняться разбором этой части архива. Как-то это сделать в какой-то манере такой. Не просто сидеть и разбирать на складе его. В общем, из этого сделать какое-то искусство. Для поклонников все интересно. Любая вещь будет интересной. Ну, да, наверное. Смысл в том, что чего-то такого потрясающего, неизвестного, неоткрытого уже, наверное, не осталось. Скорее всего, уже как бы все, что стоило какого-то внимания, уже как-то было использовано, опубликовано. Какие-то, может, супер для каких-то супер-пупер фанатов, какие-то редкости уникальные какие-то штуки могут найдутся, но ничего глобального, скажем так. Ну, все-таки, Саш, вот если честно, за столько лет, наверное, привык к такому вниманию. Нравится или все-таки вот как-то раздражает? Ну, я привык, это правильное слово. У меня же был довольно длинный период, когда я как бы от него полностью отказался и максимально избегал его. Ну, ты до сих пор шифруешься. Ты же в том же Фейсбуке представлен под псевдонимом. Почему? Там написано «Алекс Чо». Ну, это как бы в принципе практически правда. Чо — это просто на самом деле транскрипция английско-оригинальной, и корейской фамилии. Да, я, кстати, не знал. Я хотел спросить, какое происхождение этого псевдонима. Ну, типа, если вернуть... Ну, то есть Цой — это русская транскрипция этой корейской фамилии, а Чо — это английская транскрипция этой фамилии. Я не знал. Это интересно про псевдоним. А почему, кстати, псевдоним был выбран в свое время Молчанов? Да, у меня просто была девушка с такой фамилией, и я подумал, что это подходит. А, просто... Да, ну, и показалось достаточно успешно. Да, ну, мне просто нужен был момент, это где-то с 20 лет после того, как умерла мама. Мама мне как-то стимулировала участвовать в этой всей медиа, как бы... Движухи. Повинности, да, оттуда движухи. А потом ее не стало, и мне нужно было в это время немножко перезагрузить свое собственное отношение к этому. И где-то там вот до лета с 27, как раз с 12-го года я потихонечку начал как бы к этому возвращаться, учиться сам, кстати, обращаться, как-то находить это место в моей жизни, которое меня лично самого устраивает. Да, как бы... Я не могу сказать, что я это очень сильно полюбил, но я понимаю, что это как бы такая часть моей жизни, от которой я не могу тоже полностью отказаться, и поэтому участвую, стараюсь получать удовольствие по мере сил. Ну, а в автографе вот кайфом даешься? Нет, я не могу сказать, что это какое-то очень радостное мероприятие, но я и не против, скажем так, я довольно нейтрально к этому наружусь. Ну, хочешь человек, автограф, пожалуйста, конечно, фотографию не вопрос. Ну, просто это не всегда... Не все люди одинаково тактичны, скажем так. Так вот фотографии очень невыгодно делать, потому что ты здесь сидишь в студии, а когда ты встаешь, твой двухметровый рост всех остальных сразу превращает в карликов. У меня есть всякие техники. Так, кстати, или там на стеночку опереться, или если есть поребрик, бордюр, как говорят в Москве и Бессербурге, то вот какая-то подставка для желающих сфотаться, она тоже может сработать. Не знаю, некоторые кайфуют. Ничего себе, ты с кого-нибудь, с кем-нибудь встанешь. Ну, девочки, наверное, кайфуют. Да, мы сейчас проверим это после. Когда Юрий Каспаряна упомянул, сразу вспомнил Стингера, Джану, его жену калифорнийскую. Читал ли ты книги? Или руки не доходят? Я прочитал первую, до второй у меня не дошли руки, потому что я, когда она вышла, я не нашел ее в электронном виде, а бумага для меня это очень сложно, что ее надо возить с собой. Ну, в общем, это неудобно. Она должна была приехать в Москву в апреле, но из-за коронавируса не приехала. И, по-моему, где-то около тысячи книг выпустил главный совет Калгин. Ты их все прочитал или нет? Нет, конечно, нет. Ну, там как бы последние, то он издает, они такие книжки с картинками, где там всякие черновики. Я просто посматриваю верстку, он мне присылает иногда на видео. То есть вы ВКонтакте? То есть это все авторизовано? Да, да. То, что он делает, это все вот как бы... Он такой как бы стал таким официальным как бы... Саеведом. Саеведом-историком всей этой темы. Я читал вот этот самый как бы программный труд, который потом вышел под названием «Последний герой современного мифа». Еще в ранней даже версии такой шероховатый. Там много, в принципе, интересного довольно-таки оказалось. Это прикольное произведение. А косяки есть? Ну, там же как бы... Ну, мне не очень нравились там как бы некоторые вещи, но просто это вопрос скорее редактуры, и там же мало авторского текста. Это просто вопрос баланса содержания фанатских воспоминаний, вот этих отрывочков, воспоминаний каких-то интервью старых и новых. И в первой версии, которую я видел, там, например, был перевес в сторону фанатов, который просто... Это как артефакт прикольный, но в масштабе книги, на мой вкус, было несопоставимо немножечко. Ну, просто это прикольно, но полкниги читать про то, кто на каком концерте был, какие впечатления получил, там это потом, мне кажется, все удачно взрослось в такой более читабельный формат. Ну, а тебе бы хотелось, чтобы такие фанаты были у тебя? Ну, у меня есть. Ну, прям вот такие. Это фанаты Ронина или это фанаты Саши Цоя? Ну, там одно от другого. Современное уже медиапространство не подразумевает существование отдельно, как бы, творческой личности от продуктов, которые она из себя издает. Да, как бы... Поэтому сложно, наверное, разделить музыку от личности, да, как бы, и фанатов одного от другого. Очевидно, им нравится не только, как я пою, но еще как я езжу на велосипеде в Инстаграме и на мотоцикле, и вообще то, что я говорю в интервью. Наверное, не знаю. Может быть, есть какие-то люди, которые только слушают музыку, и все остальное им отвратительно. Тоже прикольно. Вот 15 июля было 75 лет Юрию Шмельчевичу Айзеншпису, продюсеру группы кино, и всплывали разные его интервью и беседы, и мне попалось на глаза одно интервью, в котором он говорил уже в 92-й год, то есть после уже гибели твоего отца, он говорил, что он бы стал либо киноактером, либо художником-евангаристом, не занимался музыкой. Приходило тебе в голову такое? Снять, в смысле стать художником? Ну вот ты видишь отца за Мольбертом или на площадке кино, или ты его видишь только на сцене? Да, мне кажется, он все же это уже как бы успешно довольно делал. Он рисовал, да. Да, он успешный, в принципе, художник, и снимался в кино тоже. Я думаю, что это все могло бы происходить параллельно. Есть мировые примеры, какой-нибудь Джаред Лето, потрясающий актер, и, в принципе, довольно крутой музыкант. Мне, наверное, его актерская деятельность больше нравится. Но я имею в виду, что такие люди существуют. Я думаю, почему нет? Я так правильно понимаю, что ты являешься правообладателем на образ отца. Никакое кино без твоей отмашки снять не могут про Виктора Цо, если он будет там так называться. Нет, ну там есть всякие, да, как бы... Поползновения? Всякие, я имею в виду, что юридические заковырки, скажем так, как бы нюансы, которые, как сказать, осложняют иногда контроль за этим. Но в целом, да, в принципе, это так. Ну что, это успокаивает. Во всяком случае, я так понимаю, что никакой лажи про Виктора Цо не выйдет, если Александр Викторович за этим следит. А мы следим за тобой. Спасибо тебе огромное, что ты сегодня к нам пришел. Мы наблюдаем за тобой. Спасибо. Спасибо, что позвали. Спасибо.